всем привет вещаем с жаркого таиланда и встретили здесь нашу ученицу катю и сейчас мы будем брать у нее интервью катя можешь немножко рассказать о себе как давно ты увлеклась мехенди что этому поспособствовала мехенди я увлеклась вот именно прям увлеклась в январе а заниматься начала непосредственно в мае а интерес возник однажды в магазине просто купила тюбик коричневой галечки и он у меня так сохранно в холодильнике пролежал год ничего естественно и не нарисовала и потом как-то постепенно стала учиться прошла коротенькие курсы у здесь на пукете и потом постепенно стала учиться смотреть узнавать как делать замесы но когда ты учишься сам ты учишься в одну сторону ты не можешь получить обратную связь это достаточно тяжело хотя если много 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 еще раз очень много читать и смотреть может быть и можно получить достаточно информации как твои близки отнеслись к этому увлечению на самом деле у меня близких шоке потому что я я да я мыслю позитивно но я неустанно повторяю что я рисовать не умею совсем вот прям совсем но когда я тоже когда видят то что я делаю люди не верят но в общем-то всегда хотела научиться рисовать и это вот не совсем конечно вот рисовать картины что все может быть в этой жизни но это тоже творчество это рисование это тоже креатив и это уже какой-то момент когда ты explore yourself уже забываешь русский я забываю русский этот момент когда ты выражаешь себя вот катя какая твоя основная деятельность здесь на пхукете чем ты занимаешься и является ли мехенди каким-то дополнительным заработком или это просто хобби мехенди это любимое хобби которым я надеюсь зарабатывать уже зарабатываю но это не единственное чем я занимаюсь я разносторонний абсолютно я при этом еще и фотограф и стилист по прическам постольку поскольку фотографии стилистика еще связаны я занимаюсь в том числе стилистикой на съемках то есть создаю образы свои прически костюмы и так далее я думаю что все больше и больше я буду во все это внедрять еще мехенди мне интересно как ты на нас наткнулась почему ты решила пройти у нас обучение а я за вами тайком следила давно с мая да честно скажу с мая как начала рисовать случайно наткнулась честно говоря где-то в инстаграме по-моему и стала так тихаря следить смотрела смотрела а потом в ноябре значит мне упала на почту а нет на самом деле у вас было три бесплатных урока да я на них подписалась я их получила и мне стало приходить ваша рассылка и однажды я захожу на почту было 21 ноября как раз начале базы нет даже не базы интенсив у вас был контакте бесплатный я получила письмо аккурат в этот день что он у вас начинается вот я быстро быстро на него попала прошла двух недель интенсив и так я загорелась это очень хорошая возможность помимо обучения получить обратную связь то есть ты уже не что-то просто делаешь и думая что вот я как-то там расту и что-то как-то это еще и когда тебе человек с опытом объясняет с художественным опытом в том числе где центр где симметрия где баланс и да так намного эффективнее у кого-то еще хотела бы обучиться у вас у вас я еще буду обучаться мне было бы интересно я слежу за инстаграм нескольких мастеров но они в америке это немножко как другое полушарие как зовут мехенди к джой хэна лас-вегас лас-вегас немножко к монетизации задам вопрос как думаешь чего тебе не хватает чтобы зарабатывать на мехенди больше мне надо себя просто толкнуть мне надо поднять себя и толкнуть на самом деле ничего не мешает все есть в моих руках есть куда обратиться просто надо начать это делать кать что ты посоветуешь начинающим мастерам о я писала этот отзыв такой же у вас контакте я начинающим мастерам по свету не боятся и даже если вы не умеете рисовать прям вот совсем не умеете рисовать и вы не профессионалы и вы не художник у вас никогда этого не было это никогда не получится забудьте просто оставьте все эти страхи поверьте мне человеку который никогда не рисовал но все может быть я в это верю самое важное что у вас было желание желание и еще раз наверное желание и только тогда вы попадете на тот путь когда у вас вся эта энергетика будет способствовать этому у вас это появится потому что как я писала таваламфиевым человеком им не рождаются талантливыми людьми становятся и становятся такими людьми благодаря практике и практике и еще раз практике и еще любви к своему делу правильно я полностью согласна спасибо спасибо дай тебе обниму обгорела